В Витновской школе номер 11 в этом году два выпускных класса. Для ребят последний звонок, конечно, событие долгожданное, но все же праздник получился с ощущением легкой грусти. До сих пор не понимаю, реальность это или нет. Я вроде только вчера в садик пришел, а сейчас я уже все, выпускник, новый этап в жизни получается. И вроде я рад, что закончилось, а вроде так грустно. Я нашла новых друзей, я нашла людей, которые могут поддержать в трудный период. Коллектив больше всего, наверное, учительский запомнится, потому что это те люди, которые не просто учителя, а это прям наставники по жизни. Среди 51 выпускника учебного заведения три медалиста. Директор школы Людмила Нарышкина признается, что эти ребята порадовали педагогов не только отличными знаниями, но и активным участием в различных мероприятиях. Эти ученики запомнятся своей активностью. Это активисты российского движения школьников. Сегодня это движение называется РДДМ. Ни одно мероприятие без этих красивых, задорных, бойких, веселых ребят не проходило. Дорогие выпускники, я от всей души поздравляю вас с праздником. Жизнь – это всего лишь игра. Постарайтесь ее сыграть достойно. Последний звонок – особенный день. И для родителей многие отмечают, как быстро пролетели школьные годы. Волнительно. Я, наверное, сейчас там расплачусь, когда все это будет происходить, потому что очень переживаем, очень волнуемся. Как больше сейчас за экзамены, за поступления. Для торжества в честь последнего звонка одиннадцатиклассники подготовили необычное выступление. На сцене актового зала развернулись съемки настоящего художественного фильма. Мы снимаем кино на сцене. У нас будут кадры актера Адама и Ева и режиссера, сценариста, съемочная группа. Съемка уже как Адам и Ева исполняют свои роли. Сцена украшена под рай Адама и Ева. Тематика вроде понятная. На праздник были приглашены почетные гости, которые пожелали ребятам успехов и удачи во всех делах, ведь впереди у них новый жизненный этап. Дорогие ребята, совсем скоро вам предстоят выпускные экзамены. Мы уверены, что все вы покажете очень достойные результаты. Поступите в учебное заведение профессионального звена, где продолжите получать свое образование и начнете достигать азы будущих профессий. Смело делайте первый шаг от взрослой жизни. Верьте в себя, в свои силы. Ставьте перед собой цели, двигайтесь к ним. И мы уверены, что в самое ближайшее время будем узнавать о ваших победах и гордиться вашими достижениями. Надо просто не бояться, оторваться от земли. В двух шагах от мечты так символично назывался танцевальный номер, который открыл праздничную программу последнего звонка в Видновском художественном техническом лицее. Ведь для одиннадцатиклассников это действительно новая точка отсчета. Мне хочется, чтобы вы во взрослую жизнь пошли достойно. Я уверяю, что путь у вас будет не как у нас, он будет термистый, со своими неудачами, взлетами и падениями. Я хочу пожелать вам, чтобы, несмотря ни на что, вы всегда оставались людьми верными своему слову. Поздравил ребят с окончанием школы и пожелал уверенно идти к своим целям депутат Совета депутатов Ленинского городского округа и выпускник лицея Павел Русаков. Я уже, наверное, пятый или шестой год прихожу сюда и уже сам себя чувствую выпускником, хотя и являюсь именно из-за стены этой школы я и вышел во взрослую жизнь. Ребят, что хочется сказать. Сегодня особенное время. Это время изменений в мире, в нашей стране. И у вас открывается уникальное окно возможностей. Со сцены для главных героев праздника звучали трогательные стихотворения первоклассников и напутствие учителей, которые за столько лет, проведенных в школе, для ребят стали почти родными. Вы не просто педагог, вы настоящий друг, наставник. Ведь именно к вам мы бежали со своими проблемами. Вы помогали нам их решать. Мы бежали, хвастались своими достижениями и достигнутыми целями. Вы нас хвалили и уважали. Впереди у ребят выпускные экзамены. Каждому из них предстоит продемонстрировать все свои знания, полученные в школе, показать характер и волю к победе.